Курт Вонигуд. Волшебная лампа Хэла Ирвина. Для вас читает Мещеряков, Артём. Хэл Ирвин соорудил волшебную лампу летом 1929 года в подвале своего дома в Индианаполисе. Он хотел сделать что-то похожее на лампу Алладина и взял за основу старый жестяной чайник с куском ваты в носике вместо фитиля. В боку посудины Хэл проковырял отверстие для кнопки от дверного звонка, а внутри закрепил пару батареек и сам звонок. Как и у многих примерных мужей в те времена, у Хэла в подвале была целая мастерская. Он решил, что будет забавно вызывать таким образом прислугу. Потрешь чайник, словно это волшебная лампа, и незаметно нажмешь на кнопку. Зазвенит звонок, придет слуга, ну если у тебя есть слуга, и спросит, чего тебе надобно. Своей прислуги у Хэла не было, но он собирался одолжить служанку у друга. Хэл Ирвин работал агентом в брокерской фирме и дело свое знал досконально. Срубив на бирже полмиллиона долларов, он никому не сказал, даже жене. Волшебная лампа должна была стать для жены сюрпризом. Хэл собирался сказать ей, что эта штука и вправду волшебная, а потом потереть лампу и пожелать новый большой дом. И доказать, что волшебство состоялось, потому что все желания исполняются. Пока Хэл занимался лампой, специалисты по интерьеру завершали отделку нового французского замка на Норт-Меридиан-Стрит. Пока лампа еще была не готова, Хэл с Мэри жили в закопченном барраке на углу 17-й и Иллинойс-Стрит. За два года, прошедших с их свадьбы, они выбирались в город в кино или на танцы всего 5-6 раз. Хэл не был скрягой, нет, ни в коем случае. Он просто копил деньги, чтобы купить жене вагон счастья. И еще маленькую тележку. И собирался вывалить перед ней все и сразу одним большим комом. Он был старше Мэри на 10 лет, поэтому легко мог запудрить ей мозги во многих вопросах, в том числе и в денежном. Он не говорил с ней о деньгах, не показывал счета и чеки, никогда не сообщал, сколько денег заработал и на что их потратит. Мэри видела лишь жалкие крохи, которые он выделял на домашнее хозяйство, из чего следовал вывод, что они бедны, как церковные мыши. Мэри это не беспокоило. Она была терпеливой и кроткой, и к тому же глубоко религиозной. Жизнь в бедности давал ей простор для служения вере. Если в конце месяца у них оставалось достаточно денег, чтобы нормально питаться, и ей не приходилось выпрашивать у мужа дополнительные гроши на расходы, она чувствовала себя маленькой белой овечкой. Мэри считала, что и Хэл тоже счастлив, несмотря на бедность, ведь она дарила ему свою любовь. А это стоит миллионов. Единственное, что беспокоило Мэри в связи с их бедностью, это уверенность Хэлла, что его жена мечтает о богатстве, и она изо всех сил старалась его разубедить. Когда Хэл заводил разговор о роскошной жизни, о загородных клубах для богатеев и катании на яхтах, Мэри неизменно вспоминал о миллионах несчастных китайцев, у которых нет ни еды, ни крыши над головой. — Моя зевет осенью холосо для китайцы, — ответил Хэлл в один прекрасный день. — Ты живешь хорошо и для американца, и для всех остальных, — мягко возмутилась Мэри и обняла мужа, чтобы он почувствовал себя гордым, сильным и счастливым. — Так вот, у твоего успешного китайца есть для тебя хорошая новость, — продолжал Хэлл. — Завтра мы найдем кухарку. Я отправил заказ в бюро по трудоустройству. Вообще-то женщина, которая должна была к ним прийти, ее звали Элла Райс, придет вовсе не для того, чтобы готовить еду. И прислала ее отнюдь не бюро по трудоустройству. Элла работала у приятеля Хэлла, с которым Мэри не была знакома. Тот дал Элле выходной, чтобы она пришла к Хэллу и сыграла роль Джина. Вернее, Джиннии. Хэлл отрепетировал с ней все диалоги и обещал хорошо заплатить. А лишние деньги Элле явно не помешали бы. По ее расчетам, она должна была родить через шесть недель. Да и работа была не пыльная. Всего-то и нужно, что надеть тюрбан, войти в комнату в нужный момент. Когда Хэлл покажет Мэри волшебную лампу, потрет ее и нажмет на кнопку. И сказать. Я Джинния, раба лампы, чего пожелает мой добрый спаситель. После этого Хэлл станет заказывать всякие роскошства, которые он уже купил, но Мэри еще не показывал. Первым желанием будет лимузин фирмы Мормон. К тому моменту он уже должен стоять перед домом. Каждый раз, как Хэлл загадывает желание, Элла Райс должна говорить. Слушаю и повинуюсь. Но это будет завтра, а мы говорим про сегодня. Мэри решила, что Хэллу не нравится ее стряпня. А готовила она отменно. Дорогой, сказала Мэри. Тебе не нравится, как я готовлю? Ты прекрасно готовишь. Мне не на что жаловаться. Тогда зачем нам кухарка? Хэлл посмотрел на жену так, словно та была глухой, слепой и тупой одновременно. Думаешь, у меня совсем нет гордости? Спросил он и тут же прижал палец к ее губам. Солнышко, только не надо опять вспоминать о китайцах, которые дохнут как мухи. Я тот, кто я есть и живу там, где живу. И у меня есть своя гордость. Мэри хотелось заплакать. Какого черта, разве мы с Харвом Мюллером и Джорджем Гассетом не составляли Великий Триумвират? Так нас троих называли в колледже. Великий Триумвират. Мы правили колледжем, я не вру. Мы основали Савиный клуб, и я был его президентом. И посмотри, как все обернулось. Где они, а где мы? Мы тоже должны жить в богатом районе на 57-й и Норт-Меридиан. И у нас должен быть коттедж на озере Миксинкаки. Избавить жену от работы на кухне. Это меньшее, что я могу сделать. На следующий день, как и было задумано, в три часа пополудни Элла Райс постучалась в их дверь. В руках у нее был бумажный пакет с тюрбаном, который ей дал Хелл. Самого Хелла еще не было дома. Предполагалось, что Элла будет изображать новую кухарку и превратиться в Джинью, когда он придет с работы в половине четвертого. Хелл, однако, не предусмотрел, что Элла понравится Мэри. Что Мэри примется ее жалеть и отнесется к ней не как к пришлой кухарке, а как к человеческому существу, которое переживает нелегкие времена и нуждается в участии и поддержке. Он думал, что женщины отправятся на кухню поболтать о своем, о женском, обсудить гастрономические пристрастия самого Хелла и все такое. Но Мэри спросила Эллу о ее беременности, которая сразу бросалась в глаза. Элла врать не умела, да и не видела смысла. Она просто-напросто разрыдалась. В итоге две женщины, одна белая, другая черная, вместо того, чтобы уйти на кухню, уселись в гостиной и затеяли беседу по душам. Элла была не замужем. Отец ребенка, узнав о ее беременности, избил ее и растворился в туманных далях. У нее все болело и кололо, у нее не было родственников, и она не знала, сколько еще времени сможет работать прислугой. Она повторила то, что говорила Хеллу, что до родов осталось еще, кажется, месяца полтора. Мэри сказала, что очень хочет иметь детей, но не может. Это было слабое утешение. Когда Хелл подъехал к дому в своем новом Мормоне, обе женщины находились не в лучшем расположении духа для участия в его представлении. Да они просто ревели в голос, но ему показалось, что волшебная лампа поднимет им настроение. Он сходил на второй этаж, где был спрятан заветный чайник, вернулся в гостиную и воскликнул. «Невероятно! Смотрите, что я нашел!» «Мне кажется, это волшебная лампа. Может быть, если ее потереть, то появится джинн? Или джинне?» «Да, появится джинне и исполнит все наши желания!» Хелл и не думал нанимать на роль джина чернокожего мужчину. Он вообще побаивался негров. Элла Райс услышала условную фразу и встала с дивана, чтобы приступить к выполнению бредового поручения, за которое ей платил Белый. «Все, что угодно за ваши деньги!» После получаса на мягком диване вставать было больно. Даже Хелл заметил, как Элла невольно поморщилась. Хелл пожелал мормон, и джинне ответила. «Слушаю и повинуюсь». Они вышли на улицу, Хелл велел женщинам сесть в машину, в его машину, полностью оплаченную, до последнего цента. Женщины расположились на заднем сиденье, и Мэри сказала Элле, «Не Хеллу». «Большое спасибо, это просто чудесно!» «Кажется, я схожу с ума». Хелл завернул на Норт Меридиан Стрит и принялся указывать на богатые дома по обе стороны улицы. Каждый раз, когда он показывал пальцем на какой-то дом, Мэри заявляла, что дом ей не нравится, и вообще было бы намного лучше, если бы он выкинул свою волшебную лампу в окно. Ее разозлило мужнино унизительное обращение с ее новой подругой Эллой. Хелл затормозил перед французским замком, который как раз докрашивали маляры. Он заглушил мотор, потер лампу, звякнул звонком и произнес. «Джинни, я хочу новый дом на Норт Меридиан Стрит, 56-44». «Ты не обязана его слушаться, не отвечай ему», сказала Элли Мэри. Теперь Элла разозлилась на Мэри. «Он мне платит!» Элла добавила еще несколько фраз на языке, характерном для человека ее расы, класса и уровня образования. Потом она застонала. У нее начались схватки. Ирвины отвезли Эллу Райс в городскую больницу, единственную в городе, где лечили негров. Элла родила здорового мальчика, Хелл все оплатил. Хелл и Мэри забрали ее с ребенком к себе, старый дом выставили на продажу. Мэри, которая не могла иметь детей, выделила матери и ребенку одну из семи спален, обставила ее красивой мебелью, оклеила симпатичными обоями и завалила игрушками, для которых мальчик был еще слишком мал. Вдобавок в распоряжении матери и ребенка была отдельная ванная. Ребенка окрестили в негритянской церкви. Мэри присутствовала на церемонии. Хелл не пошел. Они с Мэри почти не разговаривали. Элла назвала сына Ирвином в честь людей, которые ей помогли. Фамилия ему досталась материнская. Он стал Ирвином Райсом. Мэри никогда не любила Хелла, хотя очень старалась. Это была ее работа. В те времена у женщины не было особых возможностей зарабатывать самой, а получить наследство ей было не от кого. Разве что только от Хелла, если бы тот умер. Хелл был не глупее других ее знакомых мужчин, и она не хотела остаться одна. У них появился чернокожий дворник и чернокожая прачка, плюс еще белая служанка из Ирландии. Она жила во флигеле. Мэри настояла, что готовить будет сама. Элла вызвалась помочь, хотела готовить еду хотя бы для себя, но Мэри категорически не желала подпускать кого-то к плите. Она так ненавидела новый дом, громадную машину, которая ее смущала, что ее неприязнь перекинулась и на Хелла. Раньше он хотя бы ей нравился, а теперь нет. Для Хелла это был сильный удар, сами понимаете. Женщина, на которой он был женат, не только не согревала его любовью или хотя бы суррогатом любви, она отдавала всю свою любовь чужому ребенку, черному, как пиковый туз. Он никому не рассказывал о своих семейных проблемах, опасаясь, что сослуживцы посчитают его слабаком. Даже ирландская служанка обращалась с ним как сослабаком, словно главой семьи была Мэри и, наверное, считала его идиотом. Разумеется, Элла Рай сама заправляла свою постель и прибиралась у себя в комнате. Ей тоже не нравилась вся эта ситуация, но что она могла сделать? Она кормила грудью, это была ее единственная работа. Элла не ела внизу вместе с Ирвинами. Даже Мэри не допускала подобной мысли. Элла не ела с прислугой на кухне. Она приносила еду, приготовленную Мэри специально для нее, в свою комнату и ела там в одиночестве. Зато дела на работе у Хэлла шли лучше, чем когда бы то ни было. Помимо обычной торговли акциями и облигациями клиентов, он вкладывал много собственных денег в покупку ценных бумаг с маржой. Покупать с маржой означало, что он оплачивал только часть стоимости этих акций. Остальные деньги давала взаймы его брокерская контора. Когда из-за большого спроса акции дорожали, Хэлл их продавал. После расчетов с конторы у него на руках оставался неплохой навар. И он мог покупать с маржой еще больше акций. Через три месяца после спектакля с волшебной лампой биржа рухнула. Акции, купленные Хэллом, обесценились. Все вдруг решили, что эти акции не стоят бумаги, на которой напечатаны. Получилось, что Хэлл теперь должен своей конторе. А та, в свою очередь, должна банку. Намного больше, чем он мог заплатить, даже если бы продал все, что у него есть. Новый дом, еще не проданный старый дом, мебель, машину. Вплоть до последней рубашки. Хэлл Ирвин, которого и в лучшие времена не окружали особой любовью в кругу семьи, вышел в окно седьмого этажа, не надев парашют. По всей стране нелюбимые женами мужчины его профессии выходили в окна без парашютов. Банк забрал оба дома и автомобиль, а потом лопнул и сам банк. И все, кто держали там деньги, остались без денег. Мэри пришлось переехать в другой дом, на ферму ее овдовевшего отца, недалеко от Крауфордсвилля. Элли Райс некуда было идти, кроме той самой церкви, где крестили ее младенца. Мэри проводила ее туда. В церкви давали приют матерям с грудничками и детьми постарше, старикам, коллегам и даже вполне здоровым молодым людям. Там было где спать, там раздавали еду. Мэри не спрашивала, откуда она взялась. Мэри знала, что видит Эллу и Ирвина Райса в последний раз. Но Элла будет хоть как-то питаться, а значит, сможет кормить малыша. Когда Мэри добралась до отцовской фермы, оказалось, что там отключено электричество и дождь протекает сквозь крышу. Но отец принял ее, а как же иначе? Она рассказала ему о бездомных в негритянской церкви. Она спросила, что с ними станет в эти ужасные времена. «Бедные позаботятся о бедных», ответил он. Для вас читал Мещеряков Артем. Артем.